Приветствую вас! С точки зрения психологии, по вашей ситуации, люди, конечно, обращаются за помощью. По вашей ситуации, люди, конечно, испытывают, скажем так, ряд трудностей. Ряд проблем, это правда. Но, понимаете, то, что вы описываете, хоть и является описанием условно проблемной ситуации, да, является условно описанием некоторых трудностей ваших. То есть, ну, как бы, вас как пар, как пар, да, то есть, у вас вот, вы захотели, вы хотели гулять, изначально изменяли своей жене, вот. Потом она сама оплазвила вас к, значит, любовницам, да, то есть здесь, конечно, есть то, что обычно, в психологии считается проблемой, да, то есть проблемой взаимоотношения, вот. Есть то, что обычно, значит, ну, является фактором таким достаточно болезненным, вот. Но, то, что описываете вы, да, то, что именно вы описываете, как бы не является чем-то проблемным для вас, понимаете? То есть, здесь у вас есть гармония, и единственная проблема, которая есть, вот, у вас, да, это проблема оценивания. Это проблема того, что вы оцениваете, вы оцениваете, ну, ситуацию, вы оцениваете ее с точки зрения, нормальна ли она или нет. В этом смысле, я не думаю, что вы поступаете конструктивно по отношению к себе и по отношению к жене, потому что, коле так сложилось, да, и коле вас все устраивает, то вряд ли нужно что-то менять. Хотя бы потому, хотя бы потому, что у вас нет такого мотива. У вас нет мотива что-то менять, у вас нет стимула что-либо менять. А ведь это очень важно. Если у человека нет стимула или мотива менять что-то в своей жизни, что, вот реально очевидно, что его действия, они будут лишь только очень серьезный дискомфорт ему причинять, без какого-либо положительного эффекта, без какого-либо положительного момента, просто потому что, просто потому что вот так, да. Так что, мне думается, что здесь, как бы, вам нужно, во-первых, пересмотреть свою такую вот позицию, что нормально это не нормально, потому что, норму не норму устанавливает сам человек, всегда сам человек. И для вас, для вас, ваша супруга, это нормально в том смысле, что никто, судя по всему, особых, ну, особых таких проблем, да, серьезных не испытывает. Вот. Так может быть не всегда. То есть, в будущем ситуация может быть, может быть, изменится, и в будущем, там, либо вы, либо супруга можете сказать, что что-то поменялось, что-то поменялось, там, к примеру, да. Давай, допустим, об этом поговорим, там, или что-то еще, что-то еще, вот. Но сейчас, на данный момент, вас все устраивает, сейчас, на данный момент, все хорошо. И понимаете, как бы, опять же, с точки зрения психологии, основанием для психотерапии является несовершение каких-то действий. С точки зрения психотерапии, основанием для, значит, как бы, работы является не то, что вы, например, как бы, гуляете, допустим, да, а именно то, что от этого кто-то страдает. Либо страдаете вы, либо страдают другие люди, вот. Ну, что это страдает? Потому что это недопустимо, недопустимо, чтобы человек страдал сам, и чтобы страдали другие. Именно поэтому, для облегчения ситуации, для облегчения истории, и использовать психотерапию. Вот и все. Как вот. Поэтому, да, ваша история, она, безусловно, ну, как, скажем так, да, она не повсемешна, да, она не традиционна. Но, если вас обоих это устраивает, если жене нравится то, что она делает, если вам нравится то, что она делает, то, что вы делаете. Почему бы и нет? Просто, понимаете, к примеру, вы захотите что-то поменять, но вас не будет мотивация этого делать. По сути, вы будете, вероятно, искать оправдание тому, что происходит. По сути, вы будете, даже если вы согласитесь, вот, на психотерапию, вот, не будет мотивации. И, соответственно, не будет результатом. Вот. Поэтому, мне думается, вот так. То есть, нормально, ненормально, таких понятий в сфере человеческих отношений нет. Ну, как люди выстроили отношения, да, так, соответственно, и они идут. И это, естественно, именно для этих отношений, вот, для конкретных отношений. Ну, вот. Приведу вам небольшой пример, да, приведу вам небольшой пример. Вот, когда у вас, значит, вы поженились, да, вот, и вам, соответственно, захотелось гулять. Ну, просто захотелось гулять вам, примерно. Вот. Жена ваша, вот, ваша жена, она могла вам сказать, сказать, что-то, типа, того, что меня не устраивает, да. Там, я не хочу, чтобы ты так делал. Ну, и тогда же. Вот. Ну, она этого не сделала. Вместо этого она подкрепила вашу профессию. И это говорит о том, что именно с женой, в этом смысле, в смысле, в смысле ее поддержки того, что вы делаете, вам повезло. Потому, ну, как, да, вот именно повезло. Она принимает вас таким, какой вы есть. Возможно, возможно, это абсолют принятие, принятие. То есть, возможно, в этом смысле, ваша жена, эталон, как бы, супруги, супруги, вот именно, супруги, отношения по принятию и поддержке любого проявления супруги. Вот, понимаете. Может быть, у нее есть какой-то, вот, свой, там, массив это делать. Но это, на самом деле, не так важно. Потому что, опять же, не важно, не важно, чем человек руководствует, важно то, что он делает. Такая вот история. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, первый, псих ли вы? Нет, не псих. Отвечая вопрос, на это нормально ли это, вы сами определяете, это нормально. Если для вас нормально, вот она такая. И в этом смысле мне думается, что вам желательно посмотреть на свою жену, увидеть, как она все это воспринимает и спросить себя, могу ли я так? Могу ли я так? Если могу, хорошо. Если нет, то не могу, то почему не могу? Что я чувствую? Вот. Как бы, можно условно назвать, вот, то, что с вами происходит, да, условно можно назвать, там, ну, грубо, проявлением совести. К примеру. Вот. Ну, к примеру, проявлением совести. Вот. Но, какова природа этой совести? Это важная совесть? То есть, вы в действительности этого не хотите делать? Или, эта совесть чистая вот такая вот, что это ненормально, что это плохо? Если вы действительно этого не хотите делать, то с этим нужно работать. Вам для начала нужно признать, что то, что происходит, вы делать не хотите. И тогда будет мотив что-то менять, мотив исправлять, мотив корректировать ваши отношения. В результате того, что ваша жена хочет. Если же эта совесть чистая вот такая, типа, правильно-неправильно, то, от этого тоже можно помочь освободиться. Но освободиться не в сторону того, чтобы вы перестали с женой это делать, то, что делать, а остановиться в сторону того, чтобы стать более свободным. Чтобы вы почувствовали себя вам, более свободным. Вот это то, что реально можно сделать. Понимаете? Вот, ээээээм... Такая что... Такая что... На этом всё. Я надеюсь, что помог вам Если у вас остались вопросы Дополнительные, пишите в личку Буду рад помочь Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим А я желаю вам всего-всего-всего Самого доброго и удачи